Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется научно-исследовательская работа по теме санитарно-бактериологическое исследование колбасных изделий. Работу выполнил студент Энгельского медицинского колледжа имени Святого Луки Война-Ясенецкого по специальности лабораторной диагностики Корсаков Вадим Александрович, научный руководитель Зотова Наталья Александровна. Как известно, колбасные изделия имеют большое значение в рационе питания населения. Они являются источником биологически полноценных белков, жиров и минеральных соединений. Эти вещества необходимы организму для поддержания процессов жизнедеятельности. Однако, колбасные изделия являются благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, вызывающих микробную порчу. Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время государственная политика Российской Федерации в области здорового питания направлена на создание нового поколения пищевых продуктов, отвечающих требованиям и реалиям сегодняшнего дня. Для этого в нашей стране производится постоянный мониторинг оценки качества по контрольным точкам. Особенно важным является санитарно-бактериологическое исследование, направленное на определение микробиологической частоты исходного сырья и уже готовой продукции. Цель данного исследования – провести сравнительный анализ регламентированных показателей безопасности колбасной продукции. Задача исследования – определить микробиологические показатели безопасности колбасной продукции и проанализировать вклад этих показателей при оценке объема выявленных несоответствий. Санитарно-бактериологическое исследование проводится в несколько этапов. Первое – отбор и подготовка пробы. Второе – выделение чистой культуры методом посева на твердые и жидкие питательные среды. Третье – идентификация выделенных культур. Четвертое – статистическая обработка полученных данных. Экспериментальная часть была проведена студентом в лаборатории на базе Энгельского медицинского колледжа имени Святого Луки Война-Ясенецкого. Объектом исследования были образцы вареной колбасной продукции, реализуемой на торговых площадках города Энгельс. Опираясь на гигиенические требования безопасности пищевых продуктов, производилось определение следующих групп микроорганизмов. Количество мизофильных аэробных и факультативно-анэробных микроорганизмов. Данный показатель позволяет оценить общую бактериальную обсемененность, качество и условия хранения уже готовой продукции. Общее микробное число составило 9 десятых на 10 третьей степени, что соответствует нормам и требованиям безопасности для вареных колбасных изделий. Следующим же проводилось определение бактерий группы кишечной палочки. Цель данной проверки – узнать, был ли соблюден дошли термический уровень обработки колбасных изделий. В результате в одном грамме продукта не было обнаружено бактерий группы кишечной палочки, что соответствует нормативно-правовым документам. Следующим же проводилось определение сальмонелл. Эти бактерии являются возбудителями брюшного тифа, паратифа А и паратифа Б. В результате проведенных определений в 25 граммах продукта сальмонеллы не были обнаружены. Дальнейшее исследование было направлено на обнаружение протея. Протейная палочка, предложенная термической обработкой колбасных изделий, погибает. Поэтому нахождение в продукте свидетельствует о гнилосых процессах и о нарушении условий хранения. В результате в исследуемых образцах протеин не был обнаружен. Команитарно-бактериологическое исследование было направлено на обнаружение сульфиторедуцирующих клостридий. При попадании в организм они теряют оболочку и выделяют сильный токсин, который разрушает эпители кишечника. В ходе исследования сульфиторедуцирующие клостридии в продукте обнаружены не были. Далее производилась индикация стафилококка. При санитарно-бактериологическом исследовании учитываются только коагулазоположительные штаммы, к которым относится золотистый стафилококк. В результате исследований в образцах коагулазоположительный стафилококк не был обнаружен. Проведенные исследования показали, что образцы вареной колбасной продукции не содержат возбудителей пищевых заболеваний и патогенной микрофлоры. Это соответствует гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов. Данные показатели объясняются высоким санитарным уровнем на производстве, надлежащих условиях хранения и транспортировки и качественной ветеринарно-санитарной экспертизе. В заключении стоит отметить, что на сегодняшний день актуален постоянный микробиологический контроль пищевых продуктов, служащих источниками инфекции. Необходимо внедрять и использовать современные микробиологические методы диагностики. Это позволит осуществлять мониторинг соответствия продуктов и их санитарным нормам. Продолжение следует...